С вами Диана Суворова и сегодня я покажу 7 интересных косметических новинок. Так что если вы давно не были в магазинах и не знаете, что там появилось нового, сейчас я расскажу вам о самых интересных новинках, которые появились за последнее время. Так что поехали! И первый продукт, о котором я хочу сегодня рассказать, это хайлайтер от Maybelline. Это жидкий хайлайтер, Master Strobing Liquid он называется. И он уже продается, по-моему, во всех магазинах. Чем он мне нравится? Его можно нанести даже на голое лицо, без тонального крема. И получить очень красивую, отдохнувшую, сияющую, свежую кожу. У него интересная деликатная текстура, без крупных блесток. Вот здесь вот я же на руку себе нанесла, видите, какое свечение он дает. Нужно прям совсем чуть-чуть. Этого вам хватит примерно на одну зону, например, на выступающую часть скулы. У него очень красивое жемчужно-нежно-розовое свечение. Очень универсальный оттенок подойдет очень многим. Если вы хотите хайлайтер из космоса, используйте этот продукт в качестве базы под сухой хайлайтер. Тогда вы получите точно вау-эффект. Он подойдет и новичкам, подойдет и визажистам. Если вы ищете что-нибудь такое светящееся, очень недорогое, например, очень красиво он будет смотреться, например, на ключицах, на плечах. Или, например, вы хотите, не знаю, там светящиеся коленки или ноги. Его можно использовать на все тело. Главное не переборщить. С ним использовать совсем чуть-чуть. Второй продукт, на который я хочу обратить ваше внимание, это тональный крем от Bourjois Healthy Mix. Который получил новую одежку, можно так сказать. Это улучшенная версия, новая упаковка, новая формула, улучшенная. И у меня уже есть отдельный тест-драйв на этот тональный крем. Вот здесь вот и в инфобоксе можете посмотреть это видео, если еще не видели. Отличное средство, must-have очень многих девушек. Для обладательниц сухой и нормальной, возможно, комбинированной кожи. Тональный крем дает очень красивый светящийся финиш на лице. Отлично смотрится, долго держится. В общем, must-have и суперкрутая новинка Марта. Обратите внимание и посмотрите мой тест-драйв. Так что, если вы в поиске тонального, вот вам крутая новинка. Продолжая тему макияжа лица, хочу вас познакомить с крутой новинкой от NYX. И это финишная пудра. Мне кажется, что эта пудра достойный аналог классной и дорогой пудре. Моей любимой от MAC Mineralize Skin Finish. Они даже по граммам одинаковые. В MAC 10 грамм и здесь, по-моему, 9,6. То есть хватит вам ее на очень долго. Пудра дает очень интересный эффект на коже. Он не матовый. Так что, если вы любите матовый эффект от пудры, это как раз не она. Она дает очень красивый сатиновый финиш. Она закрепляет макияж, держит тональный крем и консилер. Однако, не дает такой перепудренности и такой килограмм мухи на лице. Но очень легкая, практически невесомая. В коллекции 9 оттенков. У меня здесь самый светлый, конечно же. Но можно подобрать под разный цвет кожи. Что плохо в этой пудре, что в ней нет зеркала. Поэтому с собой ее носить неудобно. Нет никакой пуховки. Однако, я люблю ее использовать просто кисточкой. Даже можно купить сюда какую-то пуховку. Здесь достаточно места, чтобы носить ее, в принципе, и с собой. Но я больше люблю ее держать дома. А с собой я ношу пудру с зеркалом. Четвертая новинка, на которую хочу обратить ваше внимание. Это мицеллярная вода от L'Oreal. Смотрите, в какой она теперь вышла версии. Это у нас 400 мл. Раньше она продавалась, по-моему, 250 и была в таких вот узких квадратных бутылках, которые я не любила. Ими было как-то неудобно пользоваться. Но вот это просто чудо. Если вы любили мицеллярную воду L'Oreal, то обратите внимание на такую версию 400 мл. Она вышла в розовой версии, как у меня, для чувствительной и сухой кожи. Также есть, по-моему, голубая версия для нормальной и комбинированной. Отличный формат, очень удобно держать. Я часто использую мицеллярную воду. Она у меня просто уходит, как вода в студии, дома и вообще для работы. Поэтому присмотритесь. В Украине она уже есть в магазинах. По цене чуть-чуть дороже, чем Горинье. Но выглядит она суперкруто. И мне очень нравится, что теперь есть большой объем. И это здорово. Сейчас мы переходим уже к макияжу глаз. Здесь у меня продукт от Bourjois. И это база под тени. Мне кажется, база под тени какие-то недооцененные продукты. Ими редко кто пользуется. В принципе, всегда базу под тени можно заменить каким-то консилером. Но вот у Bourjois вышел классный продукт. Чем мне он нравится? Во-первых, это удобной формы. Вот такой вот с аппликатором в виде блеска для губ. Очень удобно пользоваться. У него есть очень легкий оттеночный эффект. Тени на ней выглядят намного ярче. И, конечно же, держатся дольше. Поэтому не пренебрегайте базой под тени. Используйте ее. И если в поиске такой, то обратите внимание на Bourjois. Продолжая тему макияжа глаз. У L'Oreal вышли суперкрутые новинки. Это карандаши для глаз. Эти из серии Infallible. И они гелевой консистенции и водостойкие. То есть, эти карандаши можно использовать очень классно на слизистой. Будут держаться как прибитые. Во-первых, в качестве стрелки их можно использовать. Стрелка тоже никуда не уплывет. Карандаши очень мягкие. Наносятся с одного раза. Потому что они гелевые. И прям стрелку рисуют сами. Однако, если вы хотите, например, эффект растушеванной стрелки. Или использовать их в качестве базы. То с ними надо работать очень быстро. Они застыхают за просто считанные секунды. И больше вы их никуда не сдвинете. То есть, они реально водостойкие. С ними можно купаться, делать все, что угодно. Смыть их можно, наверное, только двухфазной жидкостью. Цветовая гамма мне тоже понравилась. Здесь у нас и коричневый, и, конечно же, черный. Самый, наверное, ходовой оттенок. Я такими карандашами люблю прокрашивать верхнюю слизистую. Чтобы ресницы казались гуще и толще. Мне очень понравился оттенок I've Got The Blue. Это голубой оттенок. Красиво будет смотреться на слизистый. И вот такой вот лавандовый оттенок. Violet Vavavum он называется. Тоже очень красивый. Нежный оттенок. Мне кажется, подойдет в качестве самостоятельной стрелки. Или на нижнюю слизистую добавить. Вот голубенький тоже красивый. Так что обратите внимание, это достойная альтернатива, например, дорогим карандашам от Urban Decay. Которые стоят просто бешеных денег. Эти очень классные. Одно плохо, их нужно все время подтачивать. Потому что они не выкручивающиеся. Черный просто супер крутой. Супер черный. И очень круто держится на слизистой. Так что обратите внимание. И седьмая крутая новинка, которую я хочу вам сегодня рассказать. Это новинка от Lancome. И это матовые шейкеры. Как вы помните, в прошлом году Lancome запустил Juicy Shaker. Полупрозрачные блески для губ. То в этом году Lancome выпускает матовую версию. Это коллекция, в которой есть 7 ярких, красивых, насыщенных оттенков. По-моему, там есть 2 пастельных оттенка. У меня оттенок Yummy Pink. Очень красивый. Фуксия. Как раз на лето, на весну. Прекрасный оттенок. Продукт меня поразил, я бы сказала. Потому что вот такой оттенок, как есть в бутылочке, такой оттенок вы получаете на губах. И он чрезвычайно стойкий. Просто феноменально. Во-первых, его нужно немножко потрясти. Как шейкер. И вот здесь вот на аппликаторе, собственно, вот на таком маленьком кушанье, мы видим уже продукты. Теперь смотрите сюда. И вот такой оттенок вы получаете потом на губах. Сейчас он высохнет. И все. Больше никуда он не денется. Я была поражена. Если вы хотите свотч-видео на всю коллекцию, обязательно ставьте лайк. Обязательно сниму для вас полное свотч-видео. Потому что продукт действительно уникальный, интересный. И мне кажется, заслуживает отдельного видео. И это были все 7 новинок, с которыми я хотела вас сегодня познакомить. Смотрите мои предыдущие видео. Также подписывайтесь на канал и ставьте большой лайк. И очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока!